Все, сожрали женщину. Отлично. Так, восходит луна, а мы продолжаем захватывать Нуни-Райзинг, Солуна Харди, на связи Чандер. И я запамятовал назвать наших слуг новых, которых давайте мы сейчас назовем как раз, и отправим в путешествие. Так, это у нас будет Ди, ученая-исследовательница. Также ученая-исследовательница Пигокси. И товарищ Ураборус. Именно Ура. Ну что ж, вот у меня три слуги новых есть. Сейчас попробуем снарядить хоть как-нибудь. Сколько у них по дефолту? На самом деле очень мало, конечно. Надо их проапать, молясь. Так, Тера, Геомант. Хорошо. Поехали на Теру. Как она долго, кстати, колдовала. Я уж думал, она пропустила удар, если честно. Критовать бы мне. Так, этого-то я убиваю. Вот только с луком, если я буду всех вот этих бить. Это немножко грустно, да? А взять что-нибудь посерьезнее не могу. Могу, правда, косу. Да, вот коса не помешает. Все, хорошо. Есть. Есть. Это так-то достаточно сильная штука. Они не оттолкнулись. Они не оттолкнулись. Ну да. Ну да. Так, ну надо проверить, защитят ли щиты. Защитят хорошо. Не защитят плохо. В целом, реально много урона наносит. Ешка. Лука. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Так, от этого щиты точно не спасают. На самом деле ничего не спасает, это грустно, что в игре разработчик не предусмотрел защиты вот от этого. Ну на харде во всяком случае. СТОНЕ ЗАВАРДОРЕН! СТОНЕ ЗАВАРДОРЕН! СТОНЕ ЗАВАРДОРЕН! ПРОВЕРЯЕМ! ЗАЧИЩАЕТ! Так, да ладно. Правда сейчас как-то нелепо произошло что-то. Но защищает это хорошо. Ладно. Ладно. Я думал что не защищает. Это правда. Ошибся. Приятно. Приятно. ПРОВЕРЯЕМ! Приятно. ПРОВЕРЯЕМ! отлично на двух щитах пережил как раз скелетов не призвал кстати все сожрали женщину отлично на самом деле ребят щиты оказались очень хороши опять таки бил через щиты тащит и это приятно я думал то что этот скилл поскольку он по земле то щиты не спасут а видите одни скиллы которые по земле они блочатся щитами а другие скиллы которые по земле не блочатся щитами нифига не поймешь так есть ульта призвищный голем который защищает союзника в области 125 процентов от силы магии раньше было гораздо больше и интересней накладывает слабость поблизости атакует врагов мощным ударом который на 100 процентов магического урона щит накладывается повторно каждые полторы секунды срок действия стража 7 секунд очень сильный был скилл по сути дающий бессмертие на предыдущих версиях игры сейчас 125 процентов не даст ну почти ничего нет на самом деле даст конечно небольшую выживаем но пробивать будут все равно танец с огоньками три огонька окружает вас и наносит врагам урон высасывает 30 процентов здоровья накладывает слабости для ближников хорошая тема чтобы превратить все три огонька в пробивающие снаряды которые сто процентов магического урона накладывает слабость и дают фантазм время-примере 02 слушай они но они не бесконечно же будут летать правильно каждый из них нанесет 60 процентов магического урона и 30 здоровья восстановить давай я проверю как это сработает просто чисто вот из любопытства на железном на железном на железном здравствуй железный голем оказывается не каменный ну-ка давай ничего страшного они просто какое-то время живут небольшое там про время не написано на деле оно есть я тебя понял вот от этого удара в частности не спасает от обычного удара спасает вот от этого кстати не знаю железный достаточно крепкий товарищ можно было проверить защитит от этого 4 нет ну давай примени этот скилл дружище примени 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 я подойду применяй дальнобойный поросенок давай дальнобойный давай дальнобойный да отбивает окей выяснили железная руда кстати действительно понадобывалась том числе хорошо возьму идеально вписался идеально что ты можешь делать ты можешь делать необработанные самоцветы в обычные самоцветы переводить хорошо обсидиан из радиового сплава уже делается для чего нужен пока непонятно 8 обсидиана и эссенция крови достал осадного голема вот смотрите разместите камень осады который еще не захвачена камень активируется через 150 секунд тогда используя его вы сможете превратиться в осадного голема на период до 300 секунд и пробивать каменные сооружения до возвращения в исходную форму вы сможете выдержать задное количество урона которое зависит от очков вот вопрос сможем ли мы драться с боссом при помощи осадного голема хочется проверить хочется но это не так просто то что пвп контент в принципе я понимаю но превратиться могу в голема а получится ли опять-таки использовать его для драки с боссом но это в любом случае нужны сплавы мы пока к этому не готовы да и камней плети миллиард так но октавиан вон он но есть проблема отряд и отряд это действительно проблема кстати я голема не хочу и не 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 хочу скелетов да ладно там еще пришли до чем пришли очень сильно это плохо съел хорошо да я пострадал молясь ничего страшного я сейчас просто вот эту кровь потрачу потому что я заменюсь все кровь я заменяю пляжку выпиваю 1 пляжку выпиваю 2 пляжку выпивают 3 ух ну по идее должно быть все неплохо вампирский баф эффективность крови увеличилась и повышает высасывание жизни заклинаниями буду ли я щитами высасывать жизнь не знаю посмотрим посмотрим спасут ли щиты когда он будет вращаться точно не не спасут на деле а сейчас узнаем как она будет на деле от этих атак точно защищает от них и уворачиваться можно вот это вот неожиданно было вот это вот вдвойне неожиданно туми говорит это он призывает и он всегда призывал вот это вот не просто обидно вот это очень обидно произошло я оказался в невыгодном ну да да просто в невыгодном положении вот и все скелетов надо вызывать когда он орёт так дружище делаем вот так раз три высел попал попал плохо раз терпимо хотя отходил же отходил 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Все, умер. Или пока нет. Неплохо, кстати. Да, контр-атака, на удивление, сработала. Отлично. Нормалек. То есть в два щита все-таки нет, а вот именно контр-атака здесь помогает. Но я ее называю контр-атакой, на самом деле она не факт, что контр-атака. Так, завершили второй акт. И завершили второй акт на максимальной сложности. Серьезно? То есть даже за это дают? Мне бы выпить кого-нибудь. Пить хочу. Пить хочу сильно очень. Сильно хочу пить. Так, у меня появилась буря ульта. Это прекрасно. Но хочется пить. Если что, сердце съем. Ничего страшного. Давайте почитаем про бурю ульту. Босс несложный. Сложная ульта здесь. Как и геомант, в принципе. Тоже босс несложный. Сложная была именно ульта. Хотя вот два щита, конечно, нормально пробились. Так, бушующий шторм. Рывок вперед. Перемещайтесь между ближайшими врагами, нанося суммарно 525 магического урона по целям в области в течение 3 секунд. Дополнительные удары по врагам в области до 4 раз. 40 магического урона и накладывайте статику. После этого совершите рывок в направлении своего прицела. И грозовой тайфун. Вращаетесь и получаете затухающий ускорение на 100%, а также поражаете молниями врагов поблизости. Себя 800% магического урона накладываю статику. Боже. На самом деле, вот это получается что-то вроде того, что использовал он, насколько я понимаю. Сейчас мы попробуем это применить, ребят. То есть я получу, по идее, тот самый скилл, который у него. Стоит вот дилижанс. Что стоит? Кого ждет? Что хранит в себе? А что-то хранит. То есть здесь на входе прям дилижанс. Вот. Сломанная штука. Расщепляющий плетка. Расщепляющий плетка. Отлично. Удар плетью в воздухе. Напитанное морозом удары накладывают охлаждение. Но нужна только безжалостная железная плеть. А у меня и обычной плети пока что нету. Железной. Так, ладно. Взять все. Это тоже возьму. Так. Копье. Стражницы сумерек. Вот стражницы сумерек. Мы еще комплект не видели. Надо будет посмотреть, что это такое. Хранилище драгоценностей. Вот эти все потенциальные части можно заменить на хранилище драгоценностей. Я могу и вдоль этой стеночки. Это неплохо вписывается сюда. Но в целом... Я боюсь, что будет маловато мне одного хранилища драгоценностей. Потому что... Оп. И все. Оно, считай, заполнено. Поэтому мне эти хранилища... Мне, короче, все эти сундуки просто нужно заменить на хранилище драгоценностей. Вот и все. То есть будет ровно столько же, но хранилище драгоценностей. Тем самым будет больше места под камушки. Так. Есть еще хранилище брони. Вернее, оружейная стойка. И шкафчик с броней. Это все у нас чисто оружие. Может храниться это все чисто броня. Скажите мне, пожалуйста, вот это является оружием или нет? Если да, круто. Если нет, плохо. Да, является. Шикарно. Ну и броня. Да и, в принципе, вот это вот все. Сейчас посмотрим, чем является. Только накидка. Ну, значит, сумки можно спокойно разбирать. Оружие это безжалостная медная. Если будет слуга, есть куда отдавать. Это тогда разберем. Так, свиток можно использовать и получить... О, опять-таки стражница сумерек. Надо посмотреть. Так, стражница сумерек. Плюс 3% к вероятности критического удара при физических атаках. Это за каждую часть сета. Итого 3х4 плюс 12% к вероятности крита. Неплохо. Скорость движения на 8% больше. Это неплохо. На самом деле, при разбойнике 100% там будет плюс 15% скорость. Да даже при 30% разбойнике уже будет плюс 8%. Итого на 16% скорость перемещения больше. И крит на 22%. Это очень неплохо. Это при 30%. Там даже крит будет больше, чем... Где-то 25% будет крит. Хорошо. И сила физического критического удара повышается на 20%. Слушайте, а мне нравится этот сет. Мне на самом деле нравится и темного мага. Но я правда не увидел. Я пью все-таки магией или нет? Надо это протестировать. Если у меня отхил за счет вот заклинаний. Если нет, грустно. Тут всего лишь вероятность крита магией. Ну тоже неплохо, да. И сила магии. А здесь прям интересно. Интересно. Кстати, а я же не тестировал вот эту штуку. А, ну я хотел на мопчиках каких-нибудь. Поехали. Вот ополченец страж, да? А не только. Хорошо. Работаем. В целом прикольно. Единственный босс мне, скорее всего, такие наваляхи устроит за это время. Хотя, неплохо. Действительно неплохо. Ой, кстати, я могу убить торговца. Единственный купец. Шерстяная нить всего лишь. Стекло. Но это скорее с ящиков выпало. Я думал, может с них деньги выпадут. Вроде бы нет. Ну и посмотрим, воскреснет или нет. А отхил-то есть. Плюс одиннадцать, в частности. То есть я лечусь. Нет-нет-нет, сет этот хороший. Правда. Вот ударь меня просто, друг. Просто. Не вот так. Это убийственная штука. Просто ударь чем-нибудь. Все равно много бьет, конечно. Оп. Плюс девять. То есть есть лечение за счет магии. И это хорошо. Я просто вот использую заклинания. И за счет этого лечусь. Как раз то, что я и хотел. Всегда. В этой игре. Ну-ка, а это является магией? Да. Очень даже хорошо. Не, ну тогда сет вот этого дикого мага. Это прям прекрасная вещь. Ой, а купец самоцветов, кстати, воскрес еще до того, как я отсюда ушел. Значит, их можно вырезать спокойно. Бам. Еще и полечился. Ну-ка. Мощеные дорожки. Угу. Амулеты не считаются ни оружием, ни броней. А вот драгоценностями считаются. Всех слуг облачаю в максимально сильное снаряжение. Какое только могу. Вот в такое. Так, это я забираю. Штаны не выдал. И амулет. Вот такую штуку уже видел, но еще ни разу не убивал. Что она из себя представляет? Выпрыгнет. Так и выпрыгнет, да? Ага. Отлично. Мои скелеты сильнее их скелетов. Дали костей, понятное дело, большое количество. Но это все. Так, данная карта у нас почти полностью засвечена. Здесь еще... Ну, это ужасающий пик. Туда только залететь можно. Из засветов остался вот этот лишь кусок. Теперь отправляемся на эту карту. Нужно засветить здесь. Позасвечивать. Вот это. Вот это. Поселение нужно полностью засветить. Здесь куски тоже. Так, бурлюньк. Серебряную. Сребросветную локацию посвящаю. По самому здесь, конечно, противники угу-гошечные. Но я помню, что здесь телепорт находится поблизости. Поэтому я телепорт сейчас возьму и свалю из этой локации. Мне она пока что рановата. Хотя в целом можно и в нее попасть. Пока не пойду. Телепорт надо открыть. Я не знаю, надо ли его прям полноценно вот так открывать, чтобы было написано. Как и другие области для того, чтобы там фармили мои слуги. Но на всякий случай. Так, южные врата переход открыли. Ну, просто раз уж мы здесь были. Вот этот еще лагерек нужен. Здесь я не был. Так, клевый сундук. И вы посмотрите. Третьего грейда уже здесь. Куча осколков. Больших осколков. Камень плети. Ведьменно зелье. Сила магии на 6 уже. Еще и доспех. Ну, камень, правда, обычный. Вот это серьезно. Так, точку телепортации открыл. Давайте отсюда варпнемся нафиг. На что я отправляю, собственно, слуг? В первую очередь это рыба. Потому что рыбу я никак иначе не добываю. Здесь вот рыба, жир добывается. Это важно. Здесь также рыба, жир. Ну и свитки плюс дополнительно отсюда еще пойдут. Что на данный момент полезно для меня. Также на серу отправляю. Потому что в серии будет необходимость. Пока что вроде есть, да, немножко. Но сера такой ресурс, который не шибко часто добывается. Даже вот в серном руднике ее там немного серые. На хлопок отправил. Хлопок, там шерсть. В принципе, полезно. И кости, могильный прах и камни плети. Вот это у меня сейчас все три дефицит огромный. Так, ну и хватает на два пассива. Вот этот пассив точно берем. По ослаблению. Потому что у меня ослабление иногда накидывается отсюда. Не часто, но накидывается. Пригодится. И, ну, наверное, огонь. Потому что здесь щиты поглощают. Такое себе на самом деле. Хотя урон по охлажденным и замороженным это хорошо. Но скорее вот это. Потому что воспламенение будет больше урона наносить. И хаотический взрыв будет воспламенять врагов с 50% вероятностью. Это хорошо. Последнюю пассивку возьмем потом. Пока на что хватило, на то хватило. Буквально два ивента прошел. И уже 900 было. Вот здесь прошел ивент. Вот здесь прошел ивент. И вот уже насобирал 900. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok